назначены для людей с неустойчивой психикой и моложе 18 лет. Виртуальный мир не отвлекает от проблем. Виртуальный мир проблемы создает. Он пробуждает в нас самого страшного врага. И имя ему – страх. Он выбирается из-под сознания и захватывает нас целиком. Страх становится изощреннее. Виртуальный мир переплетается с реальным. Это становится наваждением. Мы начинаем подозревать и бояться всех. В прохожих на улице нам чудятся зомби, взбесившиеся психопаты, инопланетные твари. И спасение только одно – знать, к чему готовиться. Мы расскажем вам обо всех опасностях электронной вселенной. Вы узнаете о самых страшных преступных, о самых кровожадных чудовищах, о самых загадочных закоулках и самых шокирующих убийствах по тут, в сторону монитора. Вы поймете – видеоигры – это не игрушка. Это отражение человеческой сущности, коварной и жестокой. И стоит ненароком заиграться, как виртуальные злодеи переберутся через экран. Подготовьте свои нервы в ближайшие полчаса. Вам будет страшно и интересно. Сегодня мы вновь пригласим вас в военный музей игрового мира. На этот раз вы попадете в зал холодного оружия. Именно с создания разящих клинков началась гонка вооружения в обоих мирах – реальном и виртуальном. Десять наиболее смертоносных лезвий мы представляем вам прямо сейчас. Гибория – чудесный край. Бескрайние вечно зеленые леса и касающиеся облаков горы. Отражающаяся в зеркалах озер небесная глубизна и радостный солнечный свет. Но за великолепием скрывается опасность. Живописные земли буквально кишат самыми разнообразными темными созданиями, которые так и норовят наброситься на первого встречного. Именно поэтому самым лучшим и преданным другом воина, путешествующим по диким просторам Гибории, является меч. Верное оружие спасает и от толпу варваров, и от чар злых магов, и от нападений самых страшных монстров. В момент опасности меч превращается в легкого порхающего мотылька. Но мотылек этот кусает, как самый беспощадный хищник. Он рубит в щепки щиты, пронзает словно тонкую бумагу тела несчастных, отрубает грешные головы, снова и снова, упиваясь кровью, но никак не напиваясь ей окончательно. Об этом мече слагали легенды и сочиняли песни. Его запечатлевали в скульптурах. И все это потому, что меч, забирая душу врага, спасал жизнь обладателя. Меч, лучший друг мужчин Гибории из Age of Conan, открывает наш хит-парад. Вампир – существо опасное. Вампир полукровка опасен вдвойне. А если это существо – девушка, тогда смертельная опасность грозит любому. Именно детем вампира и человека была рыжеволосая Рейн, жившая в 30-х годах 20-го века. С самого детства ее заветной мечтой было отыскать своего отца и отомстить за опозоренную честь матери и свое врожденное пристрастие к крови. Для своей миссии Рейн обзавелась жестокими манерами, кучей оружия и двумя причудливой формы тесаками, которые она нацепила на предплечье. Обладая всеми физическими преимуществами вампира и человеческой способностью свободно бывать на свету, Рейн – настоящей бестией, носилась по разным странам и кромсала всех попадающихся ей на пути вампир. Тесаки Рейн вонзались вплоть злодеев с завидной регулярностью, отсекая конечности, пронзая тела насквозь и пуская бесчисленные литры крови. Гроза вампиров всего мира. Тесаки – кровавый Рейн из Блад Рейн. Сегодня отмечаются девятым местом в нашем топ-листе самых смертоносных клинков виртуальности. Когда Артес возвратился в Лордерон из дальнего похода в Северные земли, народ радостно встречал своего обожаемого принца. В его честь били колокола, звучали трубы, его осыпали лепестками роз. Но бедные люди не знали, что их кумир, который еще недавно самоотверженно сражался с орками, предал их, став на темную сторону. Виной тому стал магический меч Фростморн, на который был наложено проклятие короля мертвых. От волшебного клинка, испещренного рунами, буквально исходил холод. Изображение головы самого дьявола с горящими глазами на рукояти говорило о сатанинском происхождении клинка. Он словно манил, уговаривая взять его в руки. И Артес, будучи не в силах устоять перед чарами, взял его. Меч наделил его нечеловеческой силой, но украл душу и превратил принца в величайшего рыцаря смерти. Находясь под властью короля мертвых, он повел армию мертвых против собственного королевства. Несчастные жители Лорда Рона были обречены. Этим самым проклятым мечом он убил своего отца, короля Терренса. И тут же провозгласил себя новым правителем города. Города, где не было места живым. Города, куда пришла смерть. Меч Frostmourne из Warcraft 3, который стал причиной гибели целого королевства, занимает восьмое место хит-парада самых смертоносных клинков игрового мира. Дадим вам пару минут перевязать раны. После рекламы мы вернемся, чтобы показать, какой клинок удостоился имени Крушитель. Что способны натворить мечи хаоса. Чем мусульмане усмиряли распоясавшихся крестоносцев. Что скрывают два меча-близнеца. И многое другое. Оставайтесь с нами. Выковывают ли их люди, или они рождаются по божественной воле. Во всех случаях это делается с огромным старанием и тщанием. Они появляются из ниоткуда и также бесследно исчезают. Но всякий раз они оставляют после себя глубокий след. Мы продолжаем обратный отчет самых смертоносных клинков в виртуальности. Этот меч раньше принадлежал Заку Фейеру, которому он в свое время достался от Учителя. Огромное двуручное оружие, которое заслуженно носило имя Крушитель, было превосходным орудием убийства в руках умелого мастера. Но несмотря на свою мощь, он не спас жизнь бывшего солдата боевого подразделения Солджа. Зак погиб от рук своего же командира, Сефиро. Но перед смертью передал любимый клинок лучшему другу Клауду Страйфу. В руках Клауда меч обрел новую силу, круша врагов направо и налево, оправдывая тем самым свое название. Лезвие, обладающее магической силой, снова и снова настигало врагов и с легкостью забирало все новые жизни. Этому клинку по зубам был любой объект, будь то тело сотрудника службы безопасности корпорации Шинра, или же дерево. Он как тростинку перерубал любой предмет, и суждено ему было стать проклятием для Сефирота, который пал жертвой легендарного меча. Клауд Страйф своим крушителем из серии Final Fantasy прорубил дорогу на пьедестал. Седьмое место. Древняя Греция утопала в крови, а боги Олимпа в разврате и ссорах. В это время, ведомый неистребимой волей к победе, спартанский генерал Кратос вел свою армию в героический поход во имя Спарты. Однако войско Кратоса столкнулось с мощнейшими силами варваров и полководец в обмен на победу продал свою душу богу войны Аресу, став его вечным рабом. За это в придачу Кратос получил мощнейшее оружие всех времен – мечи Хаоса. Одним своим видом они повергали в священный трепет. Два коротких и широких лезвия с зазубренными краями. Они были словно огромные хищные зубы. Из оружия ближнего боя мечи Хаоса могли превращаться в дальнобойны. Длинные цепи, обивающиеся вокруг рук их обладателя, позволяли мечам разить противника на десяток метров вперед. Металл, из которого они были изготовлены, не знал ржавчин. Его было невозможно затупить. Те несчастные, на кого обрушивался удар этого оружия, незамедлительно прощались с жизнью независимо от своих размеров. Ужасные и беспощадные мечи Хаоса из God of War прогрызают себе путь на шестую ступень нашего пантеона. Что еще было делать правоверным мусульманам, когда в их земли вероломно вторглись крестоносцы и принялись чинить бесправие под видом благой миссии просвещения? Только мстить. Для этого и была создана секта ассасинов, великолепных убийц, направленных против захватчиков. Каждый из них прекрасно владел всеми видами оружия, но главным их аргументом был скрытый нож. Это был выдвижной кинжал, своеобразный подарок при посвящении в убийцы. Ассасину отрезали безымянный палец левой руки. Затем на руку чуть ниже локтя крепился легкий механизм, позволяющий быстро и незаметно выдвигать кинжал. Легким движением пальца механизм активировался, шестерни приходили в движение и вместо безымянного пальца выезжал кинжал. Весь процесс занимал не более половины секунды. Это позволяло активировать клинок во время полета или во время замаха. Ключевое значение имело скорость операции. И тогда жертва получала смертельное ранение в спину или падала с перерезанным горлом. С такими устройствами на запястьях защитники Веры тайно, скрытно и неизменно хладнокровно убивали неимоверное количество взорвавшихся тамплиеров, при этом всегда незаметно скрываясь от всех потенциальных свидетелей. Подвижной кинжал эффективнейшее секретное оружие братства ассасинов из Assassin's Creed сегодня вонзается в пятое место среди смертоносных клинков. Soul Calibur и Soul Edge Добро и Зло Свет и Тьма Два Близнеца Два Меча, наделенные Душой Первый Божественным Духом Второй Дьявольским Нором Эти легендарные клинки спущенные небесами на землю были символами двух вечно противоборствующих сторон. Их магическая сталь потонула в крови, даже не прикасаясь к плоти, ведь за право обладать пресловутыми артефактами бились миллионы людей, безжалостно убивая друг друга. Сила Soul Calibur и Soul Edge и скрытая в них магия манила желающих завладеть господством над миром, но вместо власти несчастные получали приглашение на свидание со смертью. Мечи не рубили, но уносили жизни день за днем, собирая страшный урожай. Два легендарных клинка из Soul Calibur 4, несмотря на кажущуюся невинность, становятся четвертыми в списке самых смертоносных клинков виртуального мира. Через мгновение мы покажем вам три клинка, которые навсегда вошли в историю виртуальной вселенной как наиболее опасные и смертоносные. Не переключайтесь. Мы подобрались к лидирующей тройке самых смертоносных клинков цифровой вселенной. Каждый из них настоящая легенда и грозное оружие. Самое важное, чтобы все они находились в надежных руках иначе последствия будут самыми тяжелыми. Риу Хаябуса был настоящим ниндзя и как истинный воин он мастерски управлялся с любым предметом своего богатого арсенала. Будь то меч, сюрикес, или метательные ножи. Но самым любимым его орудием была невероятно острая и смертоносная коса мрака, выкованная специально для ниндзя мастером Мурамаса, легендарным кузнецом-оружейником. Этот старик знал как никто, что такое оружие, ведь он и сам когда-то был великим воином и в своем почтенном возрасте мог с легкостью искромсать с десяток негодяев. Коса получилась на славу. С нею Риу словно хлебопашец с серпом скашивал десятки и сотни врагов, которые падали на землю, как тонкие колоски, срезанные острым лезвие. После таких схваток обычно кровь жертв сползая с холодной стали капала на землю, словно коса оплакивала унесенные жизни. Оплакивала, чтобы уже на следующий день снова запустить счетчик количества загубленных душ. Смертоносность косы мрака из Ninja Gaiden 2 поднимает все это на третью ступеньку списка самых окровавленных клинков виртуальной вселенной. Бесплотная энергия, только свет и силы, ничего лишнего, благородное и невероятно элегантное оружие настоящих защитников галактики. Все это о нем, о легендарном световом мече, которым обладал каждый рыцарь-джедай далеко-далеко в далекой-далекой галактике. Эти лазерные клинки являлись настоящими произведениями искусства, ведь каждый из них был абсолютно уникален. В их создании применялась не только механическая сборка, но и сверхъестественная сила, с помощью которой изготовлялись отдельные части меча. Тогда световой меч наполнялся духом джедая и становился самым настоящим его продолжением. Для этого луча не существовало практически никаких физических преград. Противостоять ему мог только другой световой меч. Благодаря своей фантастической силе он резал и уничтожал все, к чему прикасался. К несчастью, после эпохи великого истребления джедаев войсками империи многие мечи оказались в руках темных ситхов и секрет изготовления этого оружия попал в их грязные руки. Тогда красный цвет клинка стал ассоциироваться с проявлением темной стороны силы. Световой меч из Star Wars удостаивается вице-чемпионского титула нашего хит-парада. Что же за клинок оказался во главе хит-парада? Какому лезвию принадлежат лавры самого смертоносного? Об этом вы узнаете после того, как мы снова окинем взором 9 претендентов на первое место. Открыл наш хит-парад лучший друг мужчин Гибории меч из Age of Conan забирающий душу врага и спасающий жизнь обладателя. На девятом месте слышен свист тесаков и брань рыжеволосой охотницы на вампиров из BloodRayne. Восьмую позицию занимает меч Frostmourne из Warcraft 3, который стал причиной гибели целого королевства. На седьмую ступеньку пьедестала дорогу себе прорубает магический меч крушитель из серии Final Fantasy, сполна оправдывающей свое название. Путь на шестую строчку нашего списка прогрызли ужасные и беспощадные мечи хаоса из God of War. Пятое место вонзается выдвижной кинжал, эффективнейшее секретное оружие Братства Ассасинов из Assassin's Creed. Четвертое место делят два легендарных клинка из Soul Calibur 4, с виду довольно невинные, но на самом деле невероятно мощные. Бронзу за кровавость по праву получает незнающая отдыха коса мрака из Ninja Gaiden 2. Почти на самой вершине оказался символ великого могущества и огромной внутренней энергии цветовой меч из Star Wars. А прямо сейчас склоните голову перед сегодняшним победителем. Однажды с небес спустился могучий воин, державший в руках божественный меч. Он избавил человечество от великого зла, а свой магический артефакт оставил народу и поручил его охранять. Клинок передавался от одного поколения к другому. Как гласила легенда, взявший его в руки получал бы всю магическую силу, спрятанную в артефакте. Но однажды многомиллионная армия короля Бохана напала на славный народ и Нарико, дочь правителя Шена, подняла божественный меч, чтобы защитить своих соплеменников. В то же мгновение она почувствовала благословение, словно сила орудия проникла ей под кожу. Несчастные воины, ведомые амбициозным тираном, падали сраженные холодным металлом. Рыжеволосая девушка становилась настоящей бестией, безжалостно шинкующей агрессора. Божественный меч в ее руках превращался в по-настоящему дьявольский, жадный до чужих жизней. Но, наделив нового обладателя невообразимой силой, меч взамен забирал его жизнь. Нарико погибла, но смогла донести божественный меч из Heavenly Sword до первой ступеньки сегодняшнего топ-листа. В течение всего этого времени вы наблюдали настоящее кровавое священное действие. Десять клинков из виртуального мира предстали перед вами во всем своем пугающем великолепии. Будьте осторожны при обращении с ними, ибо они могут представлять смертельную опасность и для реальных людей. Мы предостерегаем вас и впредь проявлять крайнюю бдительность при погружении в цифровую вселенную. Ведь каждый контакт с миром по ту сторону экрана страшен. но при этом страшно интересен.